Полёт из Абакана до Москвы за 4,5 тысячи рублей в Хакасии стал реальностью. Это вдвое дешевле, чем ехать в столицу России в купе поезда или лететь из соседнего Красноярска. А всё благодаря конкуренции в Хакасии появилось два авиаперевозчика. В борьбе за пассажира считают в аэропорту все средства хороши. У нас практически ничего не остаётся. Потенциальных пассажиров очень мало. Так вот, мы сейчас создаём условия для того, чтобы увеличить этих потенциальных пассажиров искусственно. Забрав их, как раньше забирал Красноярск, забрав их в железные дороги и так далее. Количество людей-то не увеличилось само собой. Увеличилось количество потенциальных пассажиров за счёт тарифной политики. Конечно, до соседнего Красноярска Хакасии далеко. Через Емельянова за год проходит до полутора миллиона пассажиров. Это в 10 раз больше, чем, к примеру, всё население Абакана. Власти пытаются привлечь новых перевозчиков, в том числе ставят ультиматумы монополисту, который заправляет самолёты в нашем аэропорту. Сейчас авиакеросин в Абакане 40 тысяч рублей за тонну, а вот у того же Красноярска 32. Из-за такой разницы пассажир переплачивает за билет несколько тысяч, а не 800 рублей, как у соседей. При этом многочисленные санкции от антимонопольщиков заправщика не пугают. Данная компания заплатила более 4 миллиона штрафных санкций, вернули все деньги в бюджет. Но я думаю, что в связи с этим, что они были оштрафованы и, скажем так, вернули деньги в бюджет, они подняли цену по аэропорту на Абакан на определенную сумму. Я этого не скрываю. Сегодня находится моё заявление тоже в фасе, на рассмотрение фасе по данной ценовой политике на топливо. Если топливики не одумаются, власти будут искать других заправщиков. Цена тонны не больше 37 тысяч. Руководство аэропорта и власти считают, продавец керосина пойдёт на их условия и билеты подешевеют. И уже в мае перелёт до Красноярска будет стоить тысячу рублей, как билет на автобус. Катерина Ирушина, Дмитрий Судариков. Новости, 7-й телеканал.